2014 президент Владимир Путин объявил годом культуры, а потому тема последнего в этом году заседания правительства особенно актуальна. Чиновники обсудили новую госпрограмму культура Ивановской области. В ближайшие пять лет на культуру потратят 1 миллиард 350 тысяч рублей. Именно благодаря этой сумме в Ивановском регионе планируют разбудить культуру и поднять зарплату работникам этой сферы. В 2014 оплата труда вырастет на 25 процентов по сравнению с годом текущим. В 2018 году ожидаемая средняя заработная плата специалистов сферы культуры составит около 30 тысяч рублей. Повышение работникам сферы культуры заработной платы однозначно и стимулирует их творческую активность и, конечно же, повышает настроение как коллективе, так дома. Департаментом культуры поданы заявки на вхождение в федеральные программы на 200 миллионов рублей. Пока подтверждение получили только на 37 миллионов. За счет федеральных средств будет отремонтирован Ивановский цирк. На сегодняшний день выделено 14,5 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение ПСД. Оставшиеся средства выделяться будут уже по итогам февраля следующего года. Исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков поинтересовался судьбой приобретенного архива Тарковского. Работа с ним продолжается. Архив будет задействован в работе кинофестиваля Зеркало в 2014 году. Работа никоим образом у нас не приостановлена. На сегодняшний момент наш архив изучается, систематизируется, прочитан практически каждый его документ. Более того, если первоначально планировалось, то архив будет храниться и центр изучения будет только в Юревце, то сейчас дополнительно будет еще два центра, которые позволят и в областном центре изучать архивные документы. В качестве дополнения к программе прозвучало много идей от руководителя благотворительного фонда Кирилла Игнатьева. Он предложил каждую библиотеку превратить в своеобразный интернет-центр, расширить работу с частными коллекциями и найти новое применение бывшим центрам культурной жизни. Использовать под культурные цели здание кинотеатра «Совоименник» в Иванове, который в настоящее время не работает, там можно было бы разместить либо новый театр, возможно студенческий, либо центр танца, тем более, что студенческие коллективы уже сейчас успешно выступают на сцене драматического театра и иных областных площадках. В 2014 году Ивановскую область ждет сразу несколько юбилейных дат, связанных с культурой региона. Исполнится 90 лет Палехской лаковой миниатюре и 100 лет музею Дмитрия Геннадьевича Бурылина.